добрый вечер добрый вечер вы родились к ленинградской области это как-то связан этот факт вашей биографии стартовой с тем что ваш отец принимал участие в освобождении кенигсберга то есть калининграда или нет или так совпало евгений можно на ты я умоляю мы поехали так давно знаем друг друга я сейчас думал ты сейчас просит связан с как-то с песней морячка не одно что касается дать освобождал кенигсберга ленинград ну собственно да да и дошел до берлина и мама тоже всю войну прошла но они поразни они уже были знакомы они поразни прошли все войну на наш на халкинголе да по она закончила войну уже после 9 мая уже на халкинголе потом они каким-то образом постричались и я не знаю как на их родился значит не знаю почему не знаю насколько там причина следственных связей было но я родился в городе гусеве калининградской области если подробно то я там прожил около года так ничего не помнил естественно потом я прожил или несколько месяцев или что-то около года в латвийском в городе приехали по моему или станции это все были гарнизоны связано да да потом уже долго жил в калининграде в калининграде я прожил 33 года и 33 года я прожил в москве то есть скоро будет 34 в москве такая история в калининграде в той школе восьмая дашьку первая школа первая была да когда мне было восьмая сорок четвертый шестнадцатый восьмой школе училась людмила путину я так понимаю что вы не не пересеклись потому я на таких маленьких девочек тогда даже нет мы с ней по моему не пересеклись потому что я в восьмой школе до третьего класса был а я тогда не было не вас лет 10 не разница не меньше нет 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 ну как не и 60 уже а ну да мне 77 лет но когда ты говоришь что те же совсем вызываешь ненависть дикую совершенно не только у шестидесятилетних у сорока семилетних потому что но это и громкие слова ненависть сильные чувства скажем так потому что к но это общее общее место про газманова это известно я так понимаю что отец ушел они родители расстались когда тебе было лет семь до восемь давай так 7 лет я жил с мамой то есть это тем тема факт отец рано умер после этого да понятно он естественно не застал вот ну не застал и или застал мама застала мама кстати страшно не хотела чтобы я был кем-то кроме врача кардиологом как она она да она врач ну неважно обязательно кардиологом врач она считала что я должен быть врачом или в крайнем случае ученым но ученым это чуть было не стал после мархиотки же ты я скажу так у мамы было пять сестер один брат и у них было еще много детей у всех там по двое по трое и все были или врачами или учеными реально причем и были и сейчас есть вот а я единственный кто каким-то образом стал музыкантом непонятным я наукой занимался да я писал диссертацию такую по дипломену там термодинамика холодильной установки такая тема жизни хоть раз пригодилась конечно да холодильник чинил знаешь когда ломоносов как-то сказал такую фразу что математику только затем учить надо что она ум в порядок приводит знаешь если бы я не проходил выше мореходки теории устройства судна вот эту фразу скоро наши молодцы все швартовые концы намотают на книг ты и причалит корабли я бы это же терминология да ценят люди я имею ввиду из отрасли рыболовной и морской твои познания то есть как как-то у меня еще такая ценят конечно понимаешь я это я это понимаю мне кстати достаточно приличное количество морских песен есть такая песня я очень люблю но редко исполняю она такая жесткая очень семь футов под килем попутного ветра штормящие мили канатов струна кто создан из глины а кто-то из пены попала нам в вены морская волна на палубе ветер рожденный норд-достом заходим форштевнем волну напролом корабль мой остов шпангоут и ребра компас мое сердце а кубрик мой дом конечно сперва пишешь стихи потом музыку или одновременно этот рождается вот знаешь когда у меня какая-то строчка да она сразу с музыкой идет а если я музыку написал сразу то не обязательно хороший как-то не сразу стихи получается и наоборот если мне уже есть стихи то они или собственной жизнью живут или долго долго я одну не другую мелодию к ним приспосаблю вот лучше всего когда сразу вот и потом кстати есть такая такой момент когда убираешь музыку из любой моих моей песни вот из любой просто получается отдельность живущие стихи отдельно изданы когда-нибудь будут или уже изданы у меня же с этим вопросом и фанаты и вообще все меня ну будут будут но я понимаешь я настолько радский же издал книжку стихов да но я настолько плотно живу чтобы ты понимал вот в концертной жизни в своей каких-то про каких-то новых там идеях новые песни вот сейчас опять вышел новый альбом который называется жить так жить сейчас идет подготовка к новому концерту это концерт в который бы да вот сейчас скажу это концерт посвящается именно тому что я 50 лет на сцене даже вот 50 лет я вот взбираюсь на эту сцену отражаясь глазах людей которые приходят и вот этот обмен нашими взглядами и энергии происходит 50 лет за это время огромное количество песен получилось я сейчас пытаюсь все это упорядочить и такое получается шоу с названием таким же как новый альбом жить так жить 50 лет крокус сити холл 23 ноября пожалуйста приглашаю вот и вот я понимаешь я так этим занят что вот просто взять и ну что книжку издать ну там стихики собрать песни собрать что там сделать фотографии вперед я все время думаю что это можно сделать за 10 минут так ничего не делаю 23 числа будут новые какие-то вещи почему же понимаем что публика приходит на хиты публика приходит чтобы услышать те песни которые они знают наизусть и не очень любит когда на концертах премьеры происходит я рассказываю как я делаю моя кухня также как и песни я песню вот не так знаете вот записал песню клип и раскручиваю нет я довольно долго работаю живьем все это на концерте поправляю аранжировки прикидываю как я там спел слушаю опять записываю потом все и когда я уже выхожу с новой песни не раскручены а публика и классно принимает вот только тогда я все это записываю выкатываю она идет также с этой программы я ее уже собственно в туре обкатываю буквально вот недавно я был в ростове-на-дано я посчитал примерно у меня было 60 с чем-то процентов новых песен это очень большой просто чтобы ты понимал вот например обычно да приходит на раскрученные хиты и обычно но две-три новых песни вот у меня было почти 60 процентов новых песен которые принимались замечательно и записки писали и где эти песни послушать там и все такое поэтому я вот этого концерта абсолютно не боюсь он уже обкатанный я уже четко знаю какие песни у меня там будут пару песен из нового альбома я еще не не буду петь на этих концертах потому что я пока не знаю как сценических сделать только из-за этого а вот то что это качественно я этому уверен первая самая известная песня авторство газманова это конечно люси который исполнил радио нет нет а какая так еще один сейчас у тебя будет шок первая песня которая стала известна в калининграде был локальным эта песня была локальным хитом для города калининграде была написана в 1968 году 16 лет 18 и она мут салмен как я начал работать это на танцах мой первый раз сыграли и она была очень популярна там потом эту песню спел леонтьев где-то в 88 году уже валера потом как бы она у него в аренде было сейчас я это уже пою на концертах почти всегда и все праздники новогодние и в этот раз опять не уже попросили спеть проходит с этой песни она называется белый снег белый снег есть не хочется белого снега морозного синего дня белый 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 снег я как-то она мажорная легкая я сочнил вот шестьдесят восемь году она стала популярна кстати насчет аренды я знаю что очень долго и саул был в аренде у аллы борисовны пугачёвой которые такие и не из них не использовали не реализовал эту аренду ну да как бы у нее не оценила нет у нее у нас было опционное соглашение не аренда наверно не юзова и не только эта песня так получилось что в свое время через сашу кальянова через володи кузьмина ночь я попросил показать это был в тот период когда кузьмин с аллой борисовны были в отношениях кальянович увидел мои песни попросил спеть песню путана кстати тоже стала популярной да я помню была примера во взгляд он попросил эту песню значит спеть а я его попросил груну вот кому показать смотри мне сколько пьет посмотрел классные песни горит надо чтобы алла увидела где если на хоть одну возьмёт чувачок говорит чувачок алла возьмёт одну песню ты в порядке алла взяла песен 10 и ни одной не спела но еще получилось так что и я брак как и пока он говорит кузю позовем то есть володя и володя и володя меня повез к ней ночи показывать песню вот такая была история она взяла но не спела а я не мог спеть потому что на тот момент у меня пропал голос ну да я уже сто раз про это говорил ну вкратце и филипп о филипп горю и филипп младший сын и родион старший сын защит пел песню люси которая стала популярной да но в исполнении родиона эта песня была посвящена как бы животному то есть собака по кличке люси а в оригинале то я знаю что люси это девушки какой-то было посвящение эта тема закрытая мне не закрытая это не девушка это это виртуальная было абсолютно а то есть не какая-то конкретно просто пришла такая мелодия там да 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 люси я липсу песню про девушку с которую как бы как который кормили котлетами такая история как то нет девушка нет я повстречал случайно девушку значит там на улице где-нибудь такой вот так этот образ засел моем сердце я от себя пою да что я мотался по этим улицам напрасно ищу в лабиринтах домов смотрю я сквозь стекла такси люси и не успел познакомиться такая тема городская андрей вадимович макаревич мне рассказал что он взял гитару в руки вышел на сцену только для того чтобы вот видеть глаза девушек ну а после концерта и другие или элементы это в случае с газмана он тоже работает похоже да это общая универсальная да у меня была девушка в которой влюбился просто по уши в школе ну знаешь нет это уже было когда я был примерно на втором курсе уже в мореходки а она училась в техническом институте да точно и я тогда я мастер спорта по гимнастике нас отправили на сборы то есть на какие-то соревнования спартакиада каких-то вузов по-моему в астрахани мы были ее тоже как гимнастку отправили очень удобно ну а такая была вялая гимнастка там у них вообще сильных не было ям но она очень красивая девочка была и за ней так и жужжали вокруг такие ребята там такие спортсмены и старше меня нам она была кстати старше меня на пару лет и у меня шансов не было вообще но тут я научился несколько городов и была такая песня джаня маранди известная песня в то время ваш хит такой я взял да и выучил ее ну а все и итальянском да транскрипцию там не понимали чем поется но как мы тогда делали и я помню что мы туда и обратно мы ездили в этих пласткартные вагоны все толпой такой и я там был номер один я эту песню раз 20 спел просто и когда увидел ее заинтересованный взгляд я понял что нужно продолжать эти телодвижения с гитарой группа которая в калининграде первая атлантик как антик это это было рок-команда вообще слово рок размытая тема понимаешь это вообще такой вот терминологии у нас в стране отсутствует жесткая такая правильная тема вот это рок это не рок мы играли разные песни например но битлс вы играли как в какой-то момент 50 процентов репертуара у нас было битлс но битлс я не считаю рок-группы в прямом смысле вот сейчас кто-то обиделся я думал какой-нибудь градский какой-нибудь трогнул ну понимаешь вот смотри все таки я оперирую словами да то есть образами выражениями там ну как когда пишу стихи я начинаю вот копать ну что такое поп-музыка это популярная музыка то есть получается так любая музыка которая стала популярной становится поп-музыкой неважно от направления музыкального понимаешь как первым второй момент это между так называемым рок-движением рок-музыка рок-движение это понятно рок-музыка непонятно потому что в принципе рок это музыка протеста в общем то есть человек протестует вот против чего-то такое они начинают рок или он слишком жестко там как-то это делает или еще как то вот то есть это рок это нечто выбивающиеся из определенной колеи но как только это становится популярным и может слушать музыкой но условно говоря я не знаю например вот рок-группа да и у нее появляется один хит там не знаю отель калифорния это рок-музыка это рок-музыка или не рок-музыка скажи как это определить ночи иглс это рок-музыка по позиционирование как по какому позиционирование но я же люди к специально обученные которые засланируют да ну то есть а теперь я тебе скажу вот и образованный музыкально и вообще политически и вообще но нормально нормально как бы человек который понимать есть и не может четко сформулировать что это такое значит это очень размытые границы это женка говорит что если есть драйв то это рок-музыка поэтому у него и муслин магомаев и абонент сенович высоцкий это рок-музыканты вот нового в его трактовки хорошо я тебе скажу такую историю небольшую вот на начале перестройки появилась масса группка только все уже можно рок обвешивались цеплями царство небесное саня барыкин тоже сейчас рок будем играть его сайт ну мы будем долго гнать велосипеды те классные красивые песни это так здорово паре зачем тебе не мыся в умрок и так это все я помню была такая группа она называлась нету и не то дисплей не то еще как-то и они известны были там разным музыкант не буду просто фамилии называть почему не пели я не помню точно вдруг это из другой группы было там 30 лет назад вот они поэты я купил и они мне давай я тогда хардел я писал такие песенки они давай к нам будем вместе вот это делать я гребят ночью тут я не понимаю вот в чем здесь драйв гитара это на строк до от слова ты купил его им чего орать я для них записал года песню я вот они готова как вот чтобы рок был я написал какой-то текст для них пусть кровью помады всегда запечатан твой рот они вот вот это рок и она и у них пошло как-то понять в общем вот это да есть какая-то но есть драйвовые песни не только в рок направлении есть именно такой же драйв их там я не знаю серьезный драйв даже в народной музыке есть понимаешь и вот это мы сейчас просто сейчас тобой углубимся это ну я могу тебе сказать что это очень размытая граница понимаешь но есть например тогда уж народный рок или там еще фолк рок есть такое фолк рок поп рок если вот с точки зрения вот это и тогда вот есть например называется фьюжн это вот элемента эклектика такая элементы там фолк поп у меня на прямо сейчас одна песня она называется никогда не проси она такая знаешь ну вот она вот как раз с элементами фулка, элементами дискотеки даже есть. Вот песня «Эскадрон», например. Вот там такой драйв страшный, понимаешь? Я вот готов с любыми рокерами выйти, спеть эту песню, отвечаю, будет нормально все. Рок это или не рок? Не рок. Или поп-рок, или данс-рок. Я не знаю, что это такое. Сейчас все очень перебрелось. Ты работал звукорежиссером в легендарном коллективе «Синяя птица». Четыре года звукорежиссером. Это что-то дало Газману нынешнего дня, вот эта работа за пультами? Меня сначала взяли как в дублирующий состав. Вокалистом. Вокалистом, да. Я все эти песни выучил на всех случаях. Потому что Сережа Дроздов, «Царство небесное», тяжеловато было временами. Причем группа такая, время от времени так закидывали, что все руководители боялись. Ну, я как бы пришел туда, и не пел, и не пел, и не пел, и не пел. А у меня была аппаратура, которая очень здорово звучала. Я ее взял с собой, чтобы на гастролях ее продать. Ну, ее постоянно так звучало, и мне сказали, слушай, не надо продавать, мы тебе платить будем. Ну, давай, может, там... А мне интересно было со звуком работать, понимаешь? Я все-таки научно образованный человек был. Мы сделали самопальные какие-то колонки там, и все. У нас звук был шикарный, звучало здорово. И я вот эту науку прошел. Я был с точки зрения как звукорежиссера, настраивал звук. Я потом еще работал, такая группа, рок-группа, кстати, «Галактика». Там я и пел еще, наконец, я уже и пел. И как звукорежиссер там был. Причем я из-за пульта вскакивал на сцену, там что-то давал. Нарезался это дело, опять возвращался под дикие кредиторы. И мы ездили причем с круизом. Мы были первое отделение «Мы» и второе отделение «Круиз». То есть Кузьмина еще с той поры? Нет, нет. Как Кузьмин в «Круиз», он в «Динамике» работал. А, это Барыкин, да? Нет, это Гаина был, Валерий. А, я все перепутал. Очень сильный был состав просто. Мотя Анечкин там курировался. В общем, я там был. И там и как звукорежиссер, и как певец, и большая сцена. У меня такой опыт появился, конечно. Вот мы в первой части поговорили про профессиональные аспекты эстрады, поп, рок-музыки. А во второй части поговорим про общественно-политические аспекты всей этой же истории. Хорошо. Итак, про общественно-политическое. Удивительное, но совершенно очевидное наблюдение, что все музыканты, которые позиционированы как рок-музыканты, ну или почти все, они занимают очень жесткую позицию в отношении власти. Они все оппозиционеры. Андрей Вадимович Макаревич пишет письма президенту, там вступает, пишет песни. Всего несколько, может быть, человек из урок движения, если использовать терминогазманова, там Скляров, может быть, и Голландин все. А люди, которые на эстраде, звезды эстрады, есть такой термин коллективный кобзон. Есть термин коллективный Макаревич и коллективный кобзон. Коллективный кобзон, он как бы патриотическую занимает позицию, а коллективный Макаревич оппозиционную. Есть какое-то объяснение? Это как-то связано с жанрами музыкальными? Ну, я не эксперт в этом смысле. На самом деле, я, например, занимаю прагматическую позицию. В том смысле, что это не просто, ура, патриот, побежал со знанием, как вас сказали. А просто я хочу, чтобы моя страна была самая лучшая, самая сильная, и вижу это по-своему. У меня вот эти песни, которые действительно, может, объединяют большое количество людей, большее количество людей, чем, может быть, в другом жанре. Что касается, ну, ты говоришь, там, я не думаю, что большинство там рокеров там вот в такую протестную позицию. Хотя, понимаешь, какая штука? Вот вся рок-музыка – это протестная музыка. Они не имеют права… То есть с этим связаны. Да, они не имеют права быть непротестными, иначе это будет, по их выражению, попса. Они все равно против, вот, должны быть. Они этим, на этом кормятся, понимаешь? Они собирают ту протестную часть населения на своих концертах, которые протестуют, вот и все. То есть это не в музыкальных аспектах? Я тебе больше скажу. Вот, значит, уже когда заканчивалась вот эта жесткая советская система, да, и вдруг вот перестройка началась, очень многие потерялись рокеры. Почва выбита, все, можно, а нам это запрещают. Вот запрещают, значит, надо кому-то бежать в подворотне и слушать всем. Или вот во дворце группа запретные песни там какие-то, они все бегут слушать, и опс, разрешено, и что? И нету, и ничего. И оказалось, что все помнят там, где клён шумит, над речной валом. Оказалось, что, ё-моё, так на самом-то деле остается там музыка, мелодия, поэзия, слова, ёлки-палки, Пахмутова-то всё-таки глыба, с Добронравовым получается, да? Да. Вот ему 90 лет. Такие песни, такие слова красивые. А вы, рокеры, а что вы создали, ребята? Ну, понятно, Битлз, гениальная музыка, мелодии такие, которые можно... А что вы сделали такого, чтобы можно запомнить с точки зрения мелодии? Хорошо, вы рокеры, да? Вы рок-музыку играете. Идите на Западе, сыграйте то, что вы сыграете. Это будет там популярно. А Калинка популярна. Калинка, вот любой скажет. Поэтому, ну, это мой взгляд сугубо вот, может быть, непрофессиональный с точки зрения там вот этих музыкальных там явлений. Но мне кажется, что почва-то выбита. И вот, и что делать? Ну, надо где-то протестовать. Ну, давай против Крыма протестовать. Протестовать, давай ещё протестование. Лишь бы протестовать, понимаешь? Ну, очевидно же, что 99% страны за то, что это наши, кровь пролита за эти города. Это веками так формировалось. Почему вы не протестуете против того, что Америка там истребила индейцев и так далее? Понимаешь? Вот они здесь у нас. Потому что никто не заметит там, как вы протестуете. Про Иосиф Давыдович Кобзонах поговорить, мне кажется, есть повод. Он мне рассказывал, как он познакомился с тобой. Да, да. Это был какой-то концерт сборный. Как раз это было после трагедии с Дальковым. И там Винокур стоял с Иосиф Давыдовичем, и ты проходил мимо. И Винокур спросил, ну, каким ты номером идёшь? Ну, ещё пошутил на эту тему. А ты достаточно жёстко обрел, что вообще это не тема для шуток. Иосиф Давыдович очень это запомнил. Всегда это мне в пример приводил, что Олег понимает, что такое настоящая солидарность артистов. Ты помнишь этот эпизод вашего знакомства? Нет, а когда ты последний раз виделся с Кобзоном? Ну, совсем незадолго до того, как он ушёл. И был такой праздник семейный. Он меня пригласил, и мы с женой сидели, буквально за столом сидели, разговаривали ещё. Я много эпизодов помню с ним. Я столько раз выходил на сцену с ним, представляешь, я запомнил первый раз, когда я вышел. Да. Когда он захотел спеть мою песню, песню «Москва» на своём каком-то юбилее. Ему тогда было примерно столько, сколько мне сейчас. Даже нет, на своём 60-летнем, наверное, юбилее. Даже ещё моложе меня был. Когда-то был Кобзон моложе меня. И я так гордил, думаю, ничего себе. Вот я, я его всегда помнил, что это Кобзон. И тут я с ним на одну сцену выйду. Давай, говорит, вместе споём песню «Москва». Но дело в том, что у него он баритон. Я тенор. И в одной тональности очень сложно это спеть. И мы договорились, что вот он поёт, начало, потом проигрыш. Он меня приглашает, там, па-па-пам-пам-пам, идёт этот проигрыш. Он говорит, а сейчас я приглашаю автора. И я там под бурный аплодисменты выхожу и пою. Там, на проспекты прольётся весна, озорные нагрянут грачи. Я так перевозбудился за кулисами, что... И когда он меня вызвал, я иду в такой концертный зал «Россия», помню. Все там уже стоят вообще там. Значит, я выхожу, и он так посмотрит, поглядывает. Вот так он микрофон держит, поглядывает на меня. Я выхожу и смотрю на всех. Я не вступаю просто. Я смотрю на него, думаю, я с Кобзон. Знаешь, и эти... Ну, надо уже петь было. Я не помню, что петь. И он понимает, что... А ему высоко. И он на проспекты... Я... Ну, даже... На проспекты прольётся весна. Догнал и дальше прошёл. Значит, всё это очень было... Я так... Я очень переволновался, помню. Вот. Он три моих песни пел, на самом деле. В его репертуаре, по крайней мере, три моих песни. Причём... Два раза он пел одну песню, которая называется «Я не верю, что жизнь оборвётся». Я не верю, что жизнь оборвётся, что когда-то наступит конец, и звезда моя с неба сорвётся, оставляя созвездие венец. Был такой момент, когда был ещё какой-то юбилей. Он и офицеры пел тоже, и вот Москва. Я ему дал просто... Вот любую песню, вот в диск. И он нашёл песню «Я не верю». Это было лет 20 назад. Какой-то был момент, когда его заказали. Реально был киллер, которому было заплачено, чтобы его брать. И это знали и силовики, и всё такое. И у него было... Представляешь, вот ты ходишь, а на тебя где-то там целятся в тебя. И он решил спеть эту песню «Я не верю, что жизнь оборвётся». И представляешь, вот этим летом, в этом году, у меня был... О, нет, не в этом, прошлым летом, у меня был тоже концерт «Творческий вечер» на «Новой волне» в Сочи. И почти 30 артистов пели мои песни. Разные, молодые, пожилые, там, вот. И Кобзон, представляешь, вот зная, что у него неизлечимая болезнь, сказал, я буду петь эту песню. И он его гениально совершенно спел с кубанским хором. Это было просто... Я вот, я скажу просто, не только меня там в зал рыдал просто, как это было, как он это спел, как это сделал. Было удивительно, конечно. Поэтому я вот горжусь, что в его репертуаре есть три моих песни. Вообще говоря, Кобзон, он занимал место не только на эстраде, но и вообще во всей культурной жизни. И не только культурной, и политической. И политической тоже, да. Это такая глыба, понимаешь, это настолько мощный ум, это настолько влиятельный человек, понимаешь, именно влиятельный. Вот с такими данными, например, он все песни, 200 тысячи, там, 3000 песен, я не знаю, сколько у него в репертуаре было, он все наизусть помнил. Я забывал свои песни, он мог подсказать мне. Он на спор мог сразу вот прочитать с листа, вы ищите какую-то жуткую песню, там, гимн какой-то 128-й нефтяной скважины, когда мы ездили там, знаешь, слова какие-то. И спеть без бумажки, на спор просто, понимаешь? Вот во время последних выборов президентских ты был доверенным лицом Путина, а в предыдущих выборах был ты в 12-м году? Нет. А вот Мазаев был доверенным лицом и в 12-м году, и в 18-м году, и во время предвыборной гонки, последней, он выступил в поддержку Ксении Анатольевны Собчак, сказал, что надо голосовать за нее. И вы спросили, вы же доверенное лицо как бы Путина, на что он сказал, ну, говорит, Путину пора отдохнуть, сказал он. Я тебе доверенное лицо. Вот я хотел узнать, как вот это происходит, кто отбирает доверенных лиц, вот ты как стал доверенным, кто тебе позвонил, не Путин же? Тормозай, это анекдот. Нет, нет, это на самом деле было, он это не скрывает, это его позиция. Мне почему-то, кстати, вот от рокерской части иногда приходишь, там, кремлевский певец, там, все такое. Да, Шепчук себя называл. Да, вот он голосовал, голосу или проиграешь, там, за Ельцина. Так вот, там, кто мне говорит, я не ездил голосовать ни за кого, ни за Ельцина, ни за кого, никогда причем, там, ни за Лужкова, никогда. Это они ко мне ездили. Потому что, как только ты становишься популярным, если не понимаешь, что за тобой миллионы избирателей, власть тебе сама идет. Что касается доверенного лица, да, кстати, еще по этому поводу. У меня много было предложений пройти в Думу. И от Лужкова, и от многих. Я отказывался всегда. Я очень извинялся, говорю, ну, понимаешь, зачем? Это ведь тоже отдельный... Ну, Кабдон же был в Думе. Ну, он талантливый человек в этом смысле, послушай меня. Он, у него такие организаторские способности. Он так четко, я не могу один закон до конца дочитать, мне тянет сразу это переложить на ноту. Ну, если серьезно, понимаешь, если бы я пошел в Думу, я бы бросил все и разбирался бы с этим. У меня ответственный, я ответственный человек при всем при этом. То есть я бы в этом разбирался, я бы законы там что-то рулил, там это делал. И я бы был поглощен, я не могу сразу на двух стульях сидеть. А кто за меня будет музыку писать? Кто выходить к народу петь, понимаешь? Понимаешь? Поэтому я отказывался и отказываюсь пока. Не знаю, вот хотел сказать, если выйду на пенсию, тогда буду. Я уже на пенсии 7 лет. Вы уже на пенсии давно, да? Поэтому нет. Что касается доверенное лицо, я не помню уже, но пришло письмо, по-моему, на офис, на мое имя, что администрация, я не помню, или штаб предлагает мне, просит моего согласия на то, что, кстати, даю лицом президента. Я абсолютно искренне согласился. Не думая ни о каких там за или против. Просто я хотел поддержать, и я вот еще раз бы поддержал. То, что я считаю на сегодняшний момент, это да, это правильно. Вот именно с твоей позицией связаны всякие запреты на въезд в прибалтийские страны, еще куда-то, с чем ты считаешь? Это же не с репертуаром с твоим связано, а с твоей общественно-политической позицией, или вообще тоже про это не думал? У тебя запрещен въезд на Украину, в Латвию. И в Литву. Ну, понимаешь, на самом деле удивительная история. Еще в 2005 году я написал песню «Сделан в СССР». Да, и Шевчук говорит, что ты спер у него идею, потому что у него был рожденный в СССР. Да, вот очень сильное сходство. Рожденный в СССР и сделан в СССР, да. А все остальное там, если Шевчук вводит музыкальные грамоты, пусть он выпишет нотами мелодию песни, и наложит, и выставит в интернете. И тогда пусть сейчас посмотрит, сходится или нет. Все же очень просто. Это же смешно даже. Ну, хорошо, допустим. Тем самым он что сделал? Раскрутил мою песню. Смотри, вышла эта песня, текст такой, что да, Советский Союз. Я родился в Советском Союзе. Мы все родились в Советском Союзе. Более того, те, кто мне запретил въезд в Латвию, Литву, они тоже родились в Советском Союзе. Я про это спел. Все. И было все спокойно, пока меня не пригласили на День Конституции и попросили в Кремле спеть эту песню. И в это время там был, не знаю, министр обороны или там министр чего-то в Латвии, по-моему. И он дико возмутился. Как так? А там и Прибалтика тоже. Вот и Прибалтика тоже. Это моя страна. Вот за это они вдруг сполошились. Сейчас посчитают, что эта песня очень агрессивная. Но я родился в Калининграде, я в Калининграде родился, ни слова. Во-первых. Во-вторых, они посчитали, что это какую-то призывку. Хотя там ни про войну, ни про кровь. Удивительное дело, что все эти люди, которые возглавляют все министерства в этих республиках, это все бывшие комсомольские функционеры. Не говоря о том, что есть и чекисты, но то, что комсомольские партийные деятели, они все как один. А как будто они мстят своему прошлому сами. Они сами стреляют себе в ногу. Я не понимаю, зачем это. Вот они выстрелили себе в ногу в Юрмале. Теперь из Юрмала ушли все. КВН ушел там. Новая лавна. И, по-моему, около 50 миллионов евро в год, что для Юрмала это огромные деньги. Они просто ушли оттуда. Кстати, про европейские ценности. Вот удивительно тоже. Сейчас, я еще что скажу. Допустим, да, меня не пускают в эти. Но, во-первых, везде поют мои песни. Я, например, не обижен на народ. Потому что народ, что в Латвии, что в Литве, что на Украине, они всегда были. И я уверен, что если бы я сейчас поехал на гастроли, битком было бы. Вот уверен просто. А это делает правительство, которое на крючке у НАТО, у всех этих всех. Это целая цепочка. Вот они это все поворачивают народ. Против его воли поворачивают. Ну, казалось бы, ну что нужно с точки зрения жизни, политики всего? Нужно не обращать внимания друг на друга. Друг на друга. Вот граница. Вот договорились вот так жить. Хорошо. Вы развиваете свою экономику, свою там жизнь. Мы свою. Все. Давайте зарабатывать друг на друге. Ну, вот смотри. Ну, я не очень сильный экономист. Но вот то, что при Балтике там жужжало-жужжало. Там плевалось-плевалось. Знаешь, взяли и перекрыли. Теперь транспортные были потоки через них. И они за счет того, что они маленькая страна, и получали большие деньги за транзит. Как и Украина за транзит газа. Получите эти миллиарды и живите клево. Вот про ценности беседовал с известной телеведущей, которая тоже в свое время приглашала. И она так вот с известной долей юмора сказала. Вот Газманов, он такой продвинутый. Везде он, во всех соцсетях. Гаджетами владеет лучше, чем школьники. А что касается каких-то вот нравственно-моральных моментов. Человек отсталый. Соответственно, отстает европейских стандартов. Потому что ведь это же твоя была инициатива с Мариной заключить официальный брак. То есть вы жили-жили себе. Именно ты хотел, чтобы это все было оформлено. Ты считаешь, что это важно. А на Западе сейчас тенденция наоборот, что вообще институт семьи устарел. Он вообще не нужен. И вообще папа, мама, родитель номер один, родитель номер два. Вот почему ты такой отсталый, скажи, в этом аспекте? Ты, наверное, ведь не одобряешь даже браки. Не одобряю. Такие в смысле, вот как это, однополые браки. Не одобряешь? Не одобряю. Ну, ты понимаешь, что ты отсталый человек. Тебе в Европу вообще закроют въезд, потому что ты не разделяешь европейские ценности. Ну, пусть мне закроют въезд куда-то туда, к европейским ценностям. Но, во-первых, Россия огромная страна. Но сейчас я довольно часто бываю и в Крыму, если там летом. Я и в Италии бываю. Мне очень нравится. И в Праге. Я везде. Ну, а в Праге у меня вот концерт, значит. Кстати, вот по поводу Латвии, Литва мне закрыл. А в Эстонии у меня зимой будет концерт большой. Причем у меня в прошлом году было пять тысяч человек на концерте. И в этом году, я не помню, зимой в этом или сразу же после Нового. Не помню, когда это будет, но будет концерт и придет пять тысяч человек. Понимаешь? Вот. Но я думаю, что вот все это, конечно, такая бесовщина. Реально, я тебе скажу. Это просто тупиковая ветвь человечества. Вот как, знаешь, в свое время эволюция, значит, там, тупиковая ветвь котовых кротовых волков. Я просто говорю, кротовые волки, они которые там. А потом раз поняли, что вот на глубине три метра уже все, они плохо бегают, волки. Но они все равно роют, роют туда. А сзади стоит шакала, кричит. Да, это самый лучший способ. Да, надо рыть туда, ниже, еще ниже. Всем надо рыть. Вот ты кто такой? Я волк. Ты не бегай за зайцами, ты рой туда-туда, закапывайся, только чтобы хвост торчал. Это лучше, лучше. Потом чш-чш-чш-чш и вымерли они. Потому что вот этого не происходит. Не происходит этого вот таинства. Понимаешь? И потом у нас страна большей части православная, да и мусульмане тоже не одобряют, в общем-то, это дело. Еще когда они совсем не одобряют. Ну а зачем тогда, ну зачем против ветра плевать, я вот не понимаю. С точки зрения музыкальной, я тебе сейчас скажу так. Не знаю, может так с юмором прозвучит. Вот у нас мы все, вот все, вся наша публика хлопает на первую долю. Понимаешь? Ну это музыкальная история, все это знают. А англосаксы с неграми, на вторую. Понимаешь? Это поперек идет. А вот мы, там, калинка, калинка, не калинка, 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 понимаешь, да? Калинка, калинка. А знаешь, что итальянцы, испанцы, индусы там, они одновременно на это и на это хлопают. Так. Бамба-леа. Бамба-леа. Вот мы имеем право... Подожди, к чему ты подводишь. Да мы так живем. Не нужно нам вот эти все вот браки. Ну, мое. В этом смысле. Мы православные. Ну, зачем? Зачем насиловать? Зачем нам вот это вот все фигня, понимаешь? Ну, пусть они там хотят вымирать. Ну, пусть вымирает. Пусть они вот так вот делают. Ну, пусть... Вот эти моды у них там на шпильках уже мужики ходят. Ну, это же неудобно. Ну, я понимаю, что женщины мучатся. А ты пробовал, ты говоришь, неудобно? Ты попробуй. Это же страшно. Если газмана выйдет на шпильках, я уверен, что будет о чем написать всем газетам. Это называется хайп. Когда ты хайпанешь, очень мощно. Ты, когда в Калининграде играл в рок-группе, вы врали, что песни Битлз – это про тяжелую судьбу британских шахтеров. Да. Иначе мы не пусть. То есть, вот через те запреты прорвались как-то, и через эти запреты западные теперь с другой стороны тоже прорвемся, я уверен. Прорвемся. Спасибо тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова